Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 26. Вопрос 3775. «Почему же Ленин так ненавидел верующих?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Только он сам мог бы ответить на этот вопрос. Мы же можем предположить, что это было связано с гибелью его старшего брата Александра, казненного царизмом. Казнь никогда не проходила без участия священников, приходивших для исповеди перед казнью. И никакой надобности казнить этого юношу не было. Может быть и Володя относился бы к царю и к священникам по-другому. Ульянов – это новый Юлиан-отступник на русской земле. Был полностью под влиянием евреев. Он пошел иным путем. Не один монастырь ограбить, а придя к власти, начать резать, крушить, грабить, поносить безудержно. Это был чрезвычайно злой, человеконенавистнический опрыск кагальной системы иудаизма, безумно ослепленный своей пагубной идеей выродок. Исчадия ада, величайшие злодеи всех времен и народов, но и взявшие власть в церкви, привившие тысячелетия с насилием и жестокостью... Вы руку поднимайте, не говорите, я исправлюсь. Но и взявшие власть в церкви, правившие тысячелетия с насилием и жестокостью тоже должны были подумать, за что же постигла их эта беда. Почему никто не поспешил поскорее раздать все богатства церковные, чтобы не было этого изъятия ценностей? Не было же это постановление против духовборов, против беспоповцев, староверов. И когда декрет об изъятии составлялся, почему же Дух Святой никого не предупредил определить грядущую бурю, расстаться со всем, за что их могли поволочить на эшафот? Ничего этого не было, но начали прятать ценные. Те же стали находить, и началась страшная мясорубка. Архимандрит Тихон Бобов, апостол Сибири... Апостол Сибири, это, видимо, название статьи, я так понимаю, да? Название книги, которую батюшка привез. Его сейчас епископом поставили. Страница 133, 23 февраля 1922 года, вышел декрет об изъятии церковных ценностей в Фонд Центральной Комиссии Помощи Голодающим. Еще в августе 1921 года патриарх Тихон обратился с посланием ко всем русским людям и призвал к добровольному пожертвованию церковных ценностей, не имеющих богослужебного употребления. В инструктивной телеграмме ЦК РКПБ от 23 марта 1922 года откровенно говорилось. Политическая задача состоит в том, чтобы изолировать верхи церкви, скомпрометировать их на конкретнейшем вопросе помощи голодающим и затем показать им суровую руку рабочего государства. Расколоть попов, противопоставить низы верхам. В секретной инструкции Ленина, написанной вслед секрету, сказано, что необходимо провести, цитата, с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства. Ибо ситуация, цитата, представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда можно разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Еще одна цитата. Чем большее число представителей реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше, заключает вождь мирового пролетариата. Все вместе взятое священство не могло понять, что здесь им тоже представлен был случай и единственный в своем роде разбить свою жадность на голову и обеспечить себе достойное христианство, служащее бедным на сотни лет вперед. Когда грабили других, это было хорошо, а когда самих коснулось, достигло, то и покаяния достойного не смогли принести. Пророк Осия 8.7 Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Захария 1.6 Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам, моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. Псы с чародеями и подлые лжецы, как пишет в Откровении апостол Иоанн, в рай не войдут. В аду огонь месит, как прокаженных выбросят застан. О, только бы не с ним и быть, не там, с середиками гнусными вне церкви. Уже сегодня от таких отстань и мере все не по греховной мерке. В преображение Бог переродит из псов, соделает иными всех от основания, даст силу новую, к Голгофе понесет на благовестие и точно не обманет. Средь псов смердящих шариковых много. Господь, преобразив и их усыновляет, сам в благовестие таким обует ноги, влагает в грудь евангельское пламя. Нерассудительно сапсами погибать, отвергнувши любовь Христа Иисуса. Без покаяния попали все в штрафбат. Не дождь в потопе, наши слезы льются. Неспровергатели божественных святынь облаивают истинную церковь и насаждают древнюю латынь. Им удалось так много исковеркать. Пространство давят звуком, звуками и страхом. Потоком информации слепцов разит. И дьявола рвет под именем Аллаха. Свободный дух преследует, прессует динамит. Псов очерствелых гонят отомстить. За кровь пролитую, за веру, за детишек. А дети мнут, не пластилин, пластид. И не предвидится малейшего затишья. Из псов войны Бог лепит миротворцев. В творенье новое сподобится проникнуть. Смиряя, часто гладит против ворса. Все заменят. Старая до нитки. 18 января 2008 год. Игнатий Лапкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...